В поселке Ленина загорелось зернохранилище. Женщина, живущая неподалеку, увидела огонь и забила тревогу. Позвонила пожарным. Пока спасатели ехали к месту ЧП, все вокруг заволокло дымом. К моменту прибытия спасателей происходило открытое горение деревянных поддонов под навесом. Огнеборцам удалось вызволить из лап стихии 200 тонн кормового зерна. Тем не менее, в администрации объекта подсчитывают убытки. Хранилище напоминает место боевых действий. Повсюду выжжены до тла поддоны. Металлическая стена от огненного жара пошла волнами. Причину возгорания выясняют. Тем временем в деревне Барановые-4 люди лишились крова. Горел частный дом. По словам соседей, ночью языки пламени виднелись за сотни метров. У хозяина среди сельчан дурная репутация. Каждый день пили. Не работали они, да? Не. Нашли и газовый баллон, и вроде самогонки бак. Владелец дома успел выскочить на улицу. Остался цел и невредим, чего не скажешь про его сожительницу. Женщина получила ожоги рук второй степени. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, имущество внутри дома, обуглены стены внутри и снаружи дома. Повреждена хозяйственная постройка, которая находилась на расстоянии 6 метров. В обоих случаях, отмечаю спасатели, в помещениях не было пожарных извещателей. Эти устройства реагируют даже на небольшие задымления и в разы увеличивают шансы сохранить имущество. Максим Кембель, Максим Глёнко, Бобруйск, 360.